добрый день уважаемые трейдеринвесторы сегодня 8 июля понедельник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе основным событием прошлой недели были у нас нонфармы которые вышли в прошлую пятницу и они вышли неоднозначными что это значит это значит что две новости важные которые выходят в одну и ту же секунду как вы понимаете безработицы изменения занятых в числа не сельскохозяйственном секторе соединенных по некоторым данным штатах америки эти новости не скоррелировали друг с другом те кто отрабатывает новости в стиле forex news killer те знают что наибольший эффект одностороннего движения долларовых активов во время выхода этой новости является именно так называемый одноцвет вот ну и большая дельта между прогнозом и фактом кстати кто понимает половину слов которых я говорю обязательно поставьте лайк под этим видео так вот две новости они не скоррелировали поэтому получился так называемый вертолет на графиках да то есть вверх вниз и рынок потихонечку остановился но на этой неделе у нас тоже интересные новости и я уже немножко отфильтровал их в понедельник сегодня новостей мощных нет завтра вступление павла в среду ставка по новозеландцу кто его ждет же смотрите инфляция в россии я думаю вообще никого не интересует эти фантастические цифры вот в четверг инфляция в германии такое себе дело вот первичные заявки на получение пособий будет интересно интересно в сша он только в четверг но в пятницу пипякину то есть 4 5 более-менее новости по баксу все остальное время штиль давайте посмотрим что можно поторговать на графиках у нас начало торговой недели начнем с котировок золота и сразу ставим недельный таймфрейм и видим на что у нас прошлая неделя была этого пин бара был позапрошлой неделе пин шартовый потом пин ланговый отработка все это здорово но первые цели уже забрали и ну прорыв да есть прорыв собственно треугольника наверх все это здорово внизу оставили все эти цели очень странно но у нас не было торговых стапов в принципе нигде здесь шартовый слон находится довольно высоко здесь пока пока я не не вижу каких-то интересных торговых возможностей где можно было бы с небольшим риском зайти в рынок поэтому пока пропускаем золото что касается пары евро доллар сегодня кстати пытался продавать его от верхнего шартового слома но он не пошел кстати набил новый слом и от него кстати можно попытаться вот так сыграть на понижение а здесь если дадут катик то при стопе порядка 70 тейк 350 ну 5 к одному здесь можно забрать но странно конечно гэпчик ну как обычно да у нас после выходных по евро гэп и потому что там всякие выборы франции все такое меня больше всего интересуют нижние части нонфармов то есть нонфарма у нас дали вертолет по евро доллару лая не тронули и сегодня гепчиком не перебили ну как минимум на спатье минимум пятницы соответственно здесь осталось двойное дно и мне бы хотелось поохотиться за ним такая возможность была сегодня еще на азии вот рыночек вроде пошел но потом европа откупила сделала перехай здесь такой микро пробойчик был у нас на стучались с площадку можно попытаться вот здесь взять такое движение обратите своем трейдерское внимание с точки зрения неделек евро доллар у нас понятное дело бычий все это здорово кстати по еврику вот эта цель должна быть первой если вы пытаетесь покупать возможно пройдет к этой корректосик вот но вот это это все заберут это важно понимать потому что это новостной такой мощный денек неделька вернее и рядом поджимают бычки то есть любые коррекции на срочно скидывать шарты и пытаться переворачиваться дальше уже в именно в эту площадку в эту цель которую могут ближайшее время забрать будьте внимательны пунктик пунктик тоже подпирает недельный таймфрейм у нас показал поглощение очень качественное поглощение на недельном таймфрейме поглощение вообще модель очень мощная вот смотрите что было в поглощением примера в осенью 23 года стояли 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 потом поглощение откат и хороший тренд который до сих пор продолжается но здесь та же самая история у нас прошлая торговая неделя по фунту перекрыла три торговых недели вот и сверху ликвидность продавцов осталось поэтому надо если дадут откат то пытаться покупать откат куда можно ожидать хотелось бы не можно хотелось бы ну самый простой и такой вот древний вариант у нас была шартовая тенденция тенденция сломалась на ланговую если дадут откат то вот так можно поиграть в ланге вот такой простой структуре так что касается австралийца тоже вкатывает потихонечку прошлая неделя у нас бычья как и предыдущие несколько недель вот я давно говорю о росте этого инструмента и он должен стоить гораздо дороже здесь торговых сетапов сигналов по этому инструменту нет часть торговых идей у нас ланговых отработалась пока ничего интересного здесь не вижу вот и для тех кто не купил в правильных точках где я показывал ждите новых торговых возможностей доллар-каналь спадать это инструмент еще и падать напоминаю что он набил здесь хорошую площадку куда еще не все стопы здесь забраны соответственно если дадут откат и пробуйте шортить на пробой от этого инструмента как обычно у меня торговый день на ослабление американского доллара ну что поделать так доллар иена доллар иена тоже любопытно тоже хорошо упала и все это но здорово прошлая торговая неделя у нас спин бар наконец-то на хаях это уже какой-то предвестник возможного разворота вот недели давно не было в принципе что-то таких приостановочек то есть недели были бычьи это говорит о том что возможно банк япония воспользуется от этой неразбериха и в баксе и будет подсаживать обратите внимание что иена оставила площадку по котировочке под названием 160 280 не пробила и это говорит о том что падение бакса еще продолжится в эту зону но какую точку выбрали опоры непонятно потому что все уже зоны были защищены в свое время от тестированы и что здесь произойдет неясно то есть здесь нужно ждать какие-то подтверждающих сетапов стейк профитом вот в эту зону нефть нефть реагирует на шартовый слом на недельках у нас по нефти тоже замедление сигнала пока никакого нет чтобы нужно было рисковать деньгами поэтому по нефти ничего интересного не скажу bitcoin торгуется довольно дешево относительно своих ценников весны этого года я жду лонговый разворот потому что есть хорошие цели наверху жду такие зоны приоритет чего бы хотелось бы вот хотелось бы увидеть что-то вот подобное но немножко повыше да к примеру беточек подрастает показывает нам лонговый слом вот в этой зоне и с откатикой мы переносим наши хотелочки с права слева направо и ждем вот такой тузимун вот в котором любой из вас может поучаствовать как вариант да то есть показывает лонговый инициативу упирается в шорты можете здесь взять шорт фиксануса на тесте вот этого слома и дальше перевернуться в лонги неплохая идея на мой сугубо некомпетентный взгляд индекс бакс однозначно сломил лонговую тенденцию соответственно здесь все то же самое но в обратную сторону по вот такому нехитрому сценарию индекса индекса всех в космосе все это здорово для кого-то но нам не предоставляется хороших возможностей для того чтобы рисковать нашими четырех долларовыми депозитами пока любопытных ситуаций по этим инструментом нет газик подваливает 2 и 3 уже приближается к моей любимой цифре в полтора где возможно мы его будем набирать если она не будет мешать экспирации ждем хороших ценников так индекс индекс бакс доллар франк по фрейду оговорочка так по этому инструменту напоминаю что отсюда и дальше нас интересует сеточный метод торговли и наборы контр трендовых сделок на границах больших диапазонов с крупными шагами мне интересуют границы до которых инструмент не дошел будем его поджидать канадец франк принципе отображает общую такую же картину напоминаю что инструмент очень много площадок на хаях это говорит что инструмент будет расти это может произойти на слабости франка который может неожиданно прослабить в любой момент вот это все будет выбито но если вы сеточник ждите краев диапазона потому что мы стоим сейчас в середине так канадец иена тоже стоит довольно дорого один из самых перспективных нападений инструментов но пока не ломается и франк иена тоже очередной раз переписывает хаяем тренды сумасшедшие но я думаю что развязка этого тренда скоро будет близко так австралиц канадец подрастает напоминает лаёв инструмент прошагал 68 косариков каких-то четких границ внутри здесь нет есть границы по краям вот поэтому я с неохотой думаю шортах по этому инструменту хотелось бы повыше его набрать новозеландец франк если поднимется наверх в этой зоне будем шортить его шаг не менее сколько у нас 500 инструмент короткоходных средств новозеландец самый близкий инструмент к сетке набора лимитных продаж шаг 1000 набор через 1000 пунктов шагом 500 можно набирать его шорты вот в этой зоне еврокадик подрастает это здорово но для тех кто работает в диапазонах набирать шорты рано нужно дождаться перехая этого года евро франк тоже растет вот но для сеточников края еще повыше здесь не трогаем но если вы конечно не купили от слома где я собственно об этом говорил ну евро ауди немножко ниже можно набирать сетку лимитных покупок дать посмотрим ответы на вопросы на youtube канале по пятничному видео 5 комментариев понравилось продолжайте спасибо спасибо за обзоры все супер уважаемые трейдеры и остальные комички да мне кстати скинули с инста форекс один интересный комментарий который который прислал иностранец с новой зеландии я бы хотела бы его озвучить и так вот у него письмо андрей приветствую можно в следующем видео на этот вопрос ответить отличное видео идеи достойны цены цену опыт спасибо отдельно попробую ваш совет не могли бы рассказать подробнее о том как вы прогнозируете торговые дни с низкой волатильностью я хотел бы научиться на опыте понимаю что вы занят надеюсь это так мне бы интересно еще вопрос но пишите вопросы я так понимаю что вы нашли канал связи и зритель из малайзии малайзии это где-то замка дом но неважно в общем что вопрос суть вопроса как вы прогнозируете торговые дни с низкой волатильность уважаемый наш малайзийский комрад товарищ значит наш торговый метод очень прост очень просто давайте я его вам пропишу мы мы сломщики анализируем рынок очень просто кто-то торгует в тренде кто-то торгует во флете мы ждем развороты на самом деле все очень просто есть тенденции характеризуются определенным набором условий то есть если у вас лая допустим идут на понижение и хая идут на понижение значит у вас тенденция шартова если наоборот то ланговая соответственно если у вас шартовая тенденция вы либо пытаетесь работать внутри нее либо не пытаетесь работать против соответственно заработать шартовой тенденции вы можете именно на откатах на откатах по тренду вот эти откаты по тренду они зачастую подходят к зонам разворотов которые были в прошлом да то есть здесь произошел разворот и здесь возможно произошел как слон структуры а слом структуры выглядит у нас вот таким вот образом вот таким вот образом соответственно . входа у вас находится вот здесь ТВХ все соответственно вас риск здесь профит на пробой импульсной волны соответственно и вот эта большая тенденция и вот эти маленькие внутри они ломаются по одному и тому же простому сценарию. Соответственно, что вы в этой точке будете заходить? Либо вы будете заходить в сломе этой большой структуры, которая через время произойдет абсолютно таким же образом. У вас будет просто больше стоп. Вы просто закладываете просто риск на депозит от стопа. К примеру, вы работаете риском всегда в 1%. Не важно, это маленький слом, вы ставите на него 1% либо большой слом 1%. Вы просто меняете объем, а риск в процентном соотношении на ваш индонезийско-малайзийский депозит будет одинаковый. Соответственно, даже в этом случае, если вы получаете вот этот импульс и получаете откат, вот этот вот, то риск у вас будет вот такой, а профит, соответственно, вот такой. А точка входа будет вот такой. Соответственно, в этой точке вы заходите, либо в зоне большого взрыва, разницы нет. Соответственно, если в рынке маленькая волатильность, у вас либо будут сделки короче, либо их просто не будет. Отличительная особенность нашего Шевченко анализа является то, что эти сломы не появляются каждый день. Именно поэтому я зачастую пропускаю некоторые инструменты, которые не близки к сломам. Если я даю информацию в рамках сломов, потому что я в аналитике своей даю два торговых методов. То есть вначале я даю аналитику по сломам, а потом даю по сеткам. И тут надо тоже понимать, что сетками торгуем краса, а мажоры торгуем через слом. Вот и все. Если у вас маленькая волатильность, то у вас вот эти волны просто становятся меньше. Ну и важной частью торгового метода, в рамках которого даю аналитику, является три основных параметра. Первый. Мы сначала ищем цель. То есть у нас эти сломы это не сама цель. То есть цель это так называемые площадки в рамках системы охоты за стопами. То есть это зоны, где на наш сугубо некомпетентный взгляд скапливается ликвидность, либо стопы игроков. То есть площадки набитые за несколько дней, недель и так далее. То есть это является целью. Мы охотники, мы ждем, когда эта цель появится. Второе. Мы ищем в точную зону этой цели импульс. 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 И вот он импульс. А там примерно где-то цель находится где-то в этой зоне. Соответственно, если этот импульс появляется, мы радужно прыгаем, хлопаем в трейдерские ладоши и ждем, что, как и все российские чиновники, ждем откат. Я думаю, и индонезийские чиновники тоже этим грешат. Соответственно, цель, импульс, откат. Сначала цель, то есть появилась цель, мы сразу встрепенулись. Появился импульс, мы возбудились. И появился откат, мы возрадовались, потому что только с помощью отката мы получаем хорошие ценнички, как и все спекулянты, все хотят хороших цен. Если вы будете покупать на импульсах, вы останетесь без штанов. А где вы там, откуда я уже забыл. В индонезийской Малайзии без штанов остаться в Малайзии не очень хорошо, потому что там летают малярийные комары. Так я читал в советских детских книжках. Соответственно, через откат вы получаете хороший ценник и забираете вот эту всю часть движения и становитесь богатыми, счастливыми и полными надежд о финансовой независимости, как глаголит Forex. Примерно так. Если у вас интересуют еще другие вопросы по Forex, обязательно пишите. Я на них в шутливой, непринужденной форме для вас отвечу. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть телеграм-канал по трейдингу, который мы наполняем интересными темами и проводим конкурсы по 50 невероятных долларов в неделю, разыграем каждый день. Каким образом? Запускаем интересные Forex-картинки и пишем под ними комментариями и ржем друг над другом, на чем свет стоит. И ребята, кто пишет интересные, веселые комменты, зарабатывают на этом денежки и торгуют на них и становятся поистине настоящими трейдунищами, на самом деле, имея такие гигантские деньги на счетах. Напоминаю, что у нас есть телеграм-чат по трейдингу, где мы общаемся. Там уже порядка 800 человек. Идем к тысяче, друзья мои. Давайте поднатужим наши трейдерские возможности и все-таки перешагнем тысячу человек в этом чате для того, чтобы потешить мое аналитическое самолюбие, потому что я веду этот чат и периодически выгоняю оттуда различных нехороших людей. Напоминаю, что с InstaForex у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свопы, торговать на ультраспредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok